Разрешите представить доктора физико-математических наук, член-корреспондент РАНСАВАТИВ, Алексей Владимирович. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Каждый раз, когда я выезжаю на Восток выступать, у меня голова пересчитывает на московское время автоматом. Доклад в 5 часов 30 минут утра. Доброе утро. Мне так проще, чем наоборот, когда в ту сторону, когда что-то вечером происходит, но в ту сторону теперь это бывает. Ну что, значит, такая, такая будет, здравствуйте, такая зарисовочка. Кстати, не рано еще? Не, 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 30 минут уже, да? Вот, от генома Ньютона, да? Мало-терем-фирма. Ну, что такое биноги, тогда присутствующие знают. А что такое мало-терем-фирма, может быть, не все. А поднимите руку, кто знает, что такое мало-терем-фирма. Все, понял. Ну, хорошо, отлично. Значит, это все. Так, это планировано. Значит, смотрите. Я хотел начать с такой формулы, которую школьники бы очень любили, если бы она была. Ее бы очень просто было заучивать и сдавать. Она выглядит так. А плюс Б в степени Н равно А в степени Н плюс Б в степени Н. Многие так и делают, да? Вот. Ну, вот прикол в том, что если вместо Н написать П, да, П, что я имею в виду, когда я П пишу? Простое, да, число? И понимать это в некотором смысле, то она становится верным. В каком смысле? Точно, по модулю П. То есть, как остаток от деления на П. Как остаток от деления на П, сумма в степени П равно одно слагаемое в степени П, плюс другое слагаемое в степени П. Значит, это то, что мы докажем. Мы строго докажем. И потом воспользуемся этим для того, чтобы перейти к замечательному результату, замеченному Вером Ферма. Но, скажем так, если я правильно понимаю, здесь сзади, безусловно, из тех, кто меня поправит, все-таки Ферма доказывать его, судя по всему, не умел, а доказывать умел Эйлер. Надежно. Доказывать умел Эйлер. Значит, результат... Поля, да. На компьютере не проверишь, да? Ну, а на самом деле, как раз, чтобы установить-то, ему вполне хватило, собственно, наблюдений. Вот. Но вот, насколько я понимаю, доказательства этого факта от Ферма не осталось. Имеется в виду не Великая Теремферма, а некоторый другой результат. Есть Малая Теремферма, Великая Теремферма и Рождественская Теремферма. Вот это вот Малая. Что она говорит? Что для любого простого числа, для любого простого, ну пусть нечетного, потому что для тройки это совершенно неинтересное утверждение, нечетного П. И дальше два вида формулировок есть. Первая формулировка такая, что для любого вообще А целого, А в степени П, и А дают один и тот же остаток определений на П. А, ну, другая формулировка, она такая, она состоит в том, что для любого остатка ненулевого отделения на П, на этот раз уже ненулевого, если его возвести в П минус первая степень, то повышится единица, правильно? По, опять же, модулю П. То есть остаток от деления на П у любого ненулевого остатка в степени П минус один равен один. Ну и понятно, что, как бы, когда с этим знакомятся школьники, ну просто полезно перебрать. Я обычно говорю, ну давайте возьмем, например, число 13, я всегда беру число простое 13, первым делом, потому что сам родился 13-го числа, но мне первый приходит на ум. Ну, берем 13, берем какое-нибудь число, например, 4, да, возводим 4, 12 и проверяем. Ну, блин, прям натурально получается единица, да? Потом там берем, не знаю, какие-нибудь более сложные варианты, типа число 37, остаток там 21. Ну и, в общем, так, несколько раз покрутили, и школьники видят, что действительно все работает. Все так и есть, руками пощупали, но теперь возникает вопрос. А? База индукции работает. Ну, база, да, ну, так сказать, база проверочная индукция, да, база проверочная работает. Значит, соответственно, возникает вопрос, а почему это так? То есть, как говорят современные школьники, как это работает, да? Каким образом это работает? Вот, то есть, показав, что это верно, можно заинтересовать их и доказательством. Доказательства современные школьники понимают трудно, но, тем не менее, как бы, если речь идет о базовых школах РАН, то, наверное, есть надежда, что еще вполне могут. Вот, значит, сейчас мы разовьем всю необходимую технику, но, прежде всего, давайте поймем, почему эти утверждения друг другу эквивалентны. Первое и второе. Вроде как бы в одном случае говорится про любое А, и что-то там в П, это минус А, делится на П, а в другом говорится только про конечный список какой-то, и что А в К минус первой равно единице. Ну, значит, давайте начнем с того, что, вот если мы установили низ, да, допустим, мы установили, что любой ненулевой остаток по минус первой степени равен единице, что тогда мы делаем, чтобы перейти сюда? Мы замечаем прежде всего, что утверждение, оно циклично, циклично ПП, да, то есть, когда мы берем, вот числа все наматываем, как вот это Гаусс делал, я очень люблю это делать, след за Гауссом тоже, когда, значит, я все числа наматываю на такое колесико, да, целые числа беру и наматываю на колесо. Вот у меня П оказалось в нуле, 2П оказалось в нуле, 3П в нуле, минус П в другую сторону, тоже в нуле, минус 2П в нуле, да, то есть, целые числа как колесико наматались на вот остатки, И понятно, что если мы заменяем остаток на кратный p, то эта формула продолжает быть верна. Но на самом деле здесь, как ни странно, здесь уже что-то требуется. Либо какая-нибудь, не знаю, индукция, либо что-то. Ну, в общем, либо просто формула бенома Ньютона, которую я здесь напомню и выпишу вам. Вот, значит, что происходит при беноме Ньютона. Вначале все так же, а потом начинается, вот мы потом про эти коэффициентики поговорим, да? Вот, про коэффициенты, значит, АВН минус 1, B плюс, соответственно, ну, то есть каждый раз идет коэффициент. Нам потом потребуется их явный вид, потому что мы будем доказывать вот эту теорему. Вот, пишем, значит, ЦН по К, АВН минус Катый на Б Катый, плюс так далее, вот, плюс БВН. Ну, и если вы подставили, для полной строгости, да, вот вы подставили кратное П, и возвели там в любую вообще абсолютно степень. Смотрите, что происходит. Ну, первый АВН, да? А дальше уже здесь вот вылезает Б, да, то есть ЦН по единице, АВН минус 1 на Н на П, правда? Дальше вылезет Б в квадрате, БВН, и, в общем, вот все, что в беноме Ньютона справа от АВН, все делится на Б, правда? АВН в нашем случае делится на П, ну, соответственно, вот это все делится на П, поэтому, значит, это АВН плюс П умножить на какое-то Р, вот, то есть сравнимо с АВН по модулю П. То есть, как бы сказать, нечувствительно, нечувствительно к сдвигу вот по этому колесу. Ну, а следовательно мы, значит, имеем, что это утверждение нижнее верно уже для всех чисел, не делящихся на П, правильно? Для всех, не делящихся на П. Ну, и тогда можно вычесть, ой, значит, если вычесть, получим АВН минус 1, минус 1 делится на П для всех чисел А, которые не делятся на П. Ну, и теперь надо просто умножить на А, правда? Преумножение на А ничего не торгается в нашу эту идиллию, да? Делимость, если делилась, то ее преумножение на любое число будет делиться. Да, добрый день, добрый утро. Вот. И, соответственно, мы доказали верхнюю часть при А, не делящемся на П. А при А, делящемся на П, что? Очевидно, правда? При А, делящемся на П, здесь написано что-то, делящемся на П, и здесь что-то, делящемся на П. Поэтому снизу вверх все понятно. А сверху вниз что нам надо? Давайте, вот мы, допустим, это доказали для любого А. А нужно доказать, чтобы для конкретного списка вот это верно было. Что делаем? А за скобочку. Остается АВП минус 1 минус 1. Вот. И есть утверждение, что оно делится на П. И при этом у нас А не делится на П в силу условия нижнего варианта формулировки. Правда? А не делится на П. Ну и такое, как бы, свойство, да, есть для простых, для простых чисел. Если у нас альфа не делится на П и бета не делится на П, то что из этого следует? Произведение не делится на П. Значит, из того, что все вместе делится, а один из множителей не делится, прекрасно следует, что второй множитель обязан делиться. Правильно? То есть мы полностью установили эквивалентность этих двух формулировок малой, теремой, теремой, теремой. В дальнейшем при доказательстве мы можем использовать любую из них и доказывать, как хотим. Вот. Значит, теперь я хочу на некоторое время покинуть вот эти рассмотрения и спросить вас, а почему, собственно, это верно? Так, почему произведение чисел, которые не делятся на П, тоже не будет делиться на П? Ведь это же верно только для простых, правда? Если мы возьмем непростое число, скажем, число 10, да? Ну, можно было бы тривиально сказать, вот 5 не делится на 10 и 2 не делится на 10, да? А 5 и 2 делится на 10. Но школьников это в ступор вводит, потому что как бы на начальном достижении вот это как бы, ты стихомишься с новой темой делимости, тут тебе еще сваливается, что число само равно этому же числу, и значит, оно на него делится. В общем, может быть, правильнее приводить пример 25 и 4. Это как бы он не вызывает, да, и методически меньше вопросов вызывает. 25 не делится на 10, 4 не делится на 10. И нет рефлексии, что там при умножении получается прямо десятка уже, получается сотня, а на 10 на 10, вот вам и вуаля, да? И понятно, что этот пример можно построить любым основным числом, так что вопрос только к простым. Что-то простых, такое странное свойство. Вот, но на самом деле это свойство, вот, это свойство далеко не простое. И к нему идет череда, целая череда рассуждений. Целая череда рассуждений. А кто был год назад? Поднимите руку. О, ой, какой. Полностью. Какие условия там? А? Абсолютно новое утро. Офигеть. А я думал, сейчас сошлюсь. Ну, да, но запись это не то, да? Живой ночи. Ну, давайте тогда, значит, давайте небольшое отступление. У меня сколько, Андрей, сколько у меня времени? Вот, скольки у меня можно? 50 минут. В сумме, да? То есть до 10-20, правильно? Да, до 20. Отлично. Это небольшое отступление, да? Про это замечательное утверждение, которое, значит, как-то, ну, часто сваливается на школьника, как какой-то факт, который, ну, есть он вот, он с небес подан, и все, он существует. Ничего подобного. Его надо доказывать, и доказывать его надо долго. Значит, начинается все со следующего утверждения. Ну, давайте я его в такой форме, я, значит, в разных формах его можно формулировать. Там на Олимпиадах бывают задачи, типа, есть две бадьи, а в одной, скажем, 37 литров в бадье, да, а в другой, там, например, 20 литров, вот, а нужно вот в какую-то третью бадью отмерить один литр. Знаете, да, такая типичная задача? Или я встречал в такой формировке, Гарри Поттер варит яйцо какого-то животного там, летающего, да, забыл, как называется, вот, и, а? Нет, там какой-то, как это, как он его окрыл, ну, в общем, короче, вот, и он должен сварить его, вот, не переварить, не доварить, нельзя, нужно ровно варить столько, сколько оно должно вариться. И оно должно там вариться, ну, не знаю, допустим, в 7 минут, да, а у него есть два песочных, как бы, два вида песочных часов, ну, вот, два прибора, один на 37 минут, а другой на 20 минут, и, соответственно, нужно с помощью них отмерить 7 минут. Ну, как бы, вы чувствуете, да, что вроде как поданы они-то по-разному, но это одна и та же задача. Вот, потом, значит, есть еще, у вас есть 37 угольник, правильный, как-то, не знаю, там, построенный, ну, там, мы знаем по науке, что не строится, но, ну, где-то его построили, там, наверху, вот, вам уже принесли готовый. И 20 угольник, который вполне себе строится правильный, да? И вам их принесли в виде таких, как бы, просто, ну, вот, картинок, ну, как бы, вписанных в одну и ту же окружность. А вам нужно построить 740 угольник правильный. Давайте увидим, что это та же задача. Смотрите, я беру 37 угольник. Вот, да-да-да-да-да. А есть еще разноцветные какие-нибудь красные? О-о-о-о, прекрасно, да. Это как-то очень мало. Да, и есть между 20 угольник. Вот. И вот, на самом деле, на самом деле утверждается, что где-то рядом красная и черная вершина находится на расстоянии 1,740 от окружности. И, соответственно, когда вы наложили эти многоугольники, вы, на самом деле, вообще уже построили. Вот, достаточно наложить с упадением одной из вершин. И тогда в каком-то месте вот этого колеса рядом будут стоять вершинка того и вершинка этого. Почему? Ну, давайте уже откроем секрет, что все эти задачи, а также четвертую, которую я еще не успел сформулировать, потому что она наиболее наглядная из всех. И я ее хочу приберечь к концу. Вот. На самом деле, есть еще, по-моему, пятая, но я сейчас забыл первые какие-то той же самые задачи. Что суть в том, что решается уравнение диафанта 37M плюс 20N равно, ну, дальше, единице или любому другому числу. Ну, если я умею решать с единицей, то я, умножая на любое число, уже умею решать 37M на С, М будет тогда плюс 20 на С, равно любому С. То есть, если я решил вот так, то я могу решить и с любым С. Вот. Уравнение диафанта, если я его решил, то я сразу узнаю, что мне делать, как мне с этими бадьями, ну, как бы, сказать, обычно школьник там налью одну туда, потом оталью сюда 2, потом шататататам. Сразу просто М раз налил, значит, сюда 37, потом М раз вылил 20, и все. То есть, что мне не париться, да, там, если эта бадья достаточно большая, то можно так делать. И останется как раз 1 литр. Вот. И с часами тоже. Но с часами там чуть-чуть хитрее, там, значит, их надо запускать раз за разом, отмеряя 37. Ой, зебененький, зебененький, недействительный. Вот. Пошли отмерять часами 37, 37, 37 и так далее, да, и в тот же момент запускается 20, 20, 20, 20, ну, и вот где-то находится момент, когда расстояние между ними единицы, а также любые расстояния, которые есть, как следствие. Ну, вот, находите, отмеряете, строите, варите яйцо. Вот. Теперь к чему здесь? Почему здесь? Потому что, опять же, так как существуют вот такие вот m и n, да, вот, то тогда, если вы делите все на 740, то получается m делить на 20 плюс m делить на 37 равно 1 740, да? Ну, и в общем все. Это m раз взятая сторона 20 угольника, а это n раз взятая сторона 37 угольника. Ну, они в разные стороны будут, m и n, но это все правильно. Как раз туда, то есть, если их взять в одну и ту же сторону, то разница между ними как раз будет 1 740. То есть, он будет построен. Вот. Итого, значит, у нас получается утверждение ключевое в арифметике, самое главное утверждение в школьной арифметике. Состоящее в том, что, ну, давайте сейчас в простой форме, в более сложной, чуть позже, там, если останется время, ну, или в более сложной, так будет. То есть, если а и b взаимно просты, то существуют m и n, такие, что а m плюс b n равно единице. Совершенно верно. Я это иллюстрирую так. Вот есть пузнечка, он прыгает на а сколько угодно, в любую сторону. А также умеет прыгать на b. Он умеет прыгать также и на b. Вот. И вопрос, может ли он съесть, в этом случае, если они взаимно просто, съесть хлеб, который лежит в отметочке единица. но и дальше, значит, дальше есть такой прием, прием, который называется рассмотрим самую маленькую точку справа от нуля, самую маленькую положительную точку, в которую пуздечка умеет попадать. Мы еще не знаем ее, мы не вычтили, но она существует. Значит, внимание, по моему опыту, даже хорошим школьникам 5-6 класса это рассуждение очень плохо дается. Они мне как бы не могут вот в терминах точки, которую мы еще не получили. А поднимите руку всех, кто здесь на самом деле школьные учителя. А, ну все, все нормально. Я бы подумал. Я как бы, я сейчас, понимаете, я в первую очередь у меня как бы для учителей. Я хочу поделиться своим опытом, как я, общаясь со школьниками, я это рассказываю. Вот. Понятно, что те, кто пришли взрослые, все это знают наизусть, им ужасно скучно. Ну, как бы, ничего страшного, да, можно сказать, там, это некий как бы методический разговор, да, как вот, что школьникам можно передавать. И вот, если школьник не видел вот какого-то объекта, а мы его обозначили и с ним работаем, школьнику дается это тяжело. Я же не знаю, где эта точка, как мы можем с ней работать. Я говорю, ну вот она же есть, да, ну вот она есть, вот где-то анализ. Но, упрощает дело следующее, если вы даете конкретные два числа, ну там, 37 и 20 все очень быстро, надо дать побольше. Какие-нибудь числа, трехзначные, да, числа. И спрашиваете, вот кто ближе к нулю подойдет? Давайте соревнования сделаем. Вот кто из вас ближе к нулю подойдет? Вы кузнечики, вы прыгаете, подойдите к нулю. Ну и очень быстро, шустро эти пятиклассники, там у меня уже три, о, у меня, у тебя три, о, у меня, у меня, у меня пошли в 10, а у тебя три. Ну все, смотри, если у меня 10, а у тебя 3, я пошел на 10. Покажи, как ты на 3 ходишь. Три раза назад пошел, и вот они вместе единицу построили, то есть как бы они начинают соревноваться в этом, кто быстрее, и в конце концов они чувствуют уже, как все это происходит. Ну я говорю, ну хорошо, предположим, что вы все-таки не попали в объедницу, но вот какой-то есть, какая-то запретная территория для кузнечика, территория, в которую он в принципе вообще никогда не может попасть, что бы он ни делал. Вот давайте это предположим. Ну и дальше как бы ход, что мы обозначаем вот это вот за D. Вот эта точка, это D. D по условию больше нуля, D это число целое, естественно, потому что все шаги целые, и оно обладает тем свойством, что слева слепая зона, кузнечик не может попасть никуда, значит, кроме вот D и более правых. Так вот, что дальше должно быть очевидно после их экспериментов? Что следующая длина D это тоже слепая зона. правда? Правда? Ну потому что иначе, если я сюда попаду, ну вот я на D умею, я налево пошел на D, вот я попал в слепую зону, что противоречит предположению. Ну и дальше уже понятно, как все устроено, правда? То есть слепые зоны ровно длины D перемежаются, перемежаются местами попадания. А почему я прямо вот эту вот точку сейчас нарисовал? Потому что мы же можем всегда попасть, прыгнув один раз. Значит, в слепую зону он никак не может попасть, если он прыгнет один раз. Он должен попасть не в слепую зону. Но мы же знаем, что не слепые точки это только кратный D. Что же получается? Значит, его шаг обязательно кратен D, да? А вот этот шаг, вот этот шаг, блин, он тоже должен быть кратен D, да? Ну, а и В взаимно простые. Все, приехали. Вот в этом месте происходит чудо математики. Мы ничего не делали, но мы уже все доказали. Вот ничего не делали. Мы предположили, что есть какая-то слепая зона, что она длины D. Мы сделали очевиднейший вывод, что следующая D тоже слепая зона и потом слепая зона. И что попадает не только в кратный D. Ну, дальше мы заметили очевидную вещь, что с одним прыжком он попадает не в слепую зону, а туда, куда он умеет попадать. Но тогда это кратная D решена. С другим прыжком тоже кратная D. Но этого не может быть. Мы предположили, что А и В взаимно простые. А мы явным образом построили их общий делитель D. Все, следует Семьем D равно единице. Никакой слепой зоны нет. И можно попасть в один. Вот, вот такое доказательство. Ну, что, оно не очень, да, сложное. Но вот всю сложность, оно, я вам могу сказать, на самом деле оно сложное. Но вся сложность здесь вот как бы упрятана в этот набор каких-то ходов, каждый из которых в принципе вполне дети осознают. Я считаю, что если вот школьник не освоил вот это утверждение, то у него дальше вот весь его путь по математике будет бракованным. Он будет как бы таким хромающим путем. То есть он каждый школьник, вообще каждый школьник должен обязательно суметь полностью проработать это утверждение. Это как бы первый подвиг. Вот в пятом классе наступает первое нетривиальное утверждение математики. Вот это. До этого там все игрушки плюс-минус, умножить, разделить, всякие навыки, общение, не знаю, может там с дробями в четвертом-пятом. Но вот это утверждение, определимость абсолютно нетривиально и оно должно быть скормлено детям. Иначе дальнейшая математика это заучивание формул по стандартным шаблонам. То есть оно как бы математикой уже не будет являться. Оно будет являться попыткой выучить правила игры про раскрытие скобок, там, заучить формулы, все это сдать и забыть и ничего не понять. Ну вот как бы мы с вами поняли, да, все. Итак, это утверждение существует, но тогда смотрите как дальше мы действуем. Если у меня ситуация вот как вот здесь, да, вот альфа не делится на п, я утверждаю, что тогда альфа и п взаимно просты. очевидно? Очевидно. У п это только два делителя из положительных чисел, одно само и единица. Но у альфа могут быть какие угодно делители, но п среди них нет, потому что по условию альфа не делится на п. Вот и получается, что у всех делителей только единица. То есть, если речь идет о двух числах, одно из которых простое, а другое не делится, то тогда мы сразу попадаем в условия вот этой вот замечательной лемы, да, диапанда, и мы получаем, что при некоторых целых m и m, кстати, школьники, если не очень еще с целыми работают, можно говорить плюс-минус, там либо положительная, положительную сторону надо отрицательную отнимать, да, складывать, вычитать, то есть, можно даже еще тех, кто не вполне освоился с отрицательными числами, тем не менее, это вполне для них лема, потому что знак минус пишем, и плюс-минус единица пишем в отрицательную, то есть, альпрем минус пн равно плюс-минус один, но я уже, как бы, на целом языке, тогда, вот, то есть, существуют, да, при некоторых m и m, вот, значит, это вот, это уже строго доказано, это не какие-то манфры, да, это строго доказанная математика, ну, а теперь, что мы делаем, чтобы вот это утверждение доказать, последний шаг, какой? на бета умножаем, просто умножаем на бета, то есть, продолжаем писать, получается, альфа бета, m раз, плюс p, бета n раз, я так это напишу, равно бета, проверяйте, да, то есть, я просто умножил левую часть на бету, и записал в таком виде, момент, теперь, что за, какое у меня было условие, у меня условие, что, бета тоже не делится на p, правда? Не делится на p, ну, вот, это-то, очевидно, делится, это просто кратное p, значит, это не может делиться, иначе, сумма делящихся на p будет делящимся на p, вот, а значит, все доказано, если два числа не делится, на p, то и произведение не делится, вот, ну, отсюда два шага до основной тереморитмической, по понятным причинам, да, то есть, если у меня какое-то число по-разному разложилось на множители, ну, это так, чуть-чуть в сторону, но тем не менее, если какое-то число по-разному разложилось на множители, то можно полностью сократить все общие, получится, что вот эти наборы не пересекаются тогда, если мы сократим все общие, вот, допустим, у меня какое-то число, которое умудрилось двумя разными способами разложиться на простые, разными наборами, здесь могут быть повторить, здесь и здесь, но, если был какой-то способ разложить на разные, то после сокращения, да, осталась какая-то нетривиальная часть и там и там, и эта нетривиальная часть, вот это уже одни простые числа, это совершенно другой набор простых чисел, но два разных простых числа друг на друга никогда не делятся, правильно? поэтому получается, что вот на наше P1 не делится ни первое, ни второе, ни РТ, и мы сразу получаем противоречие с вышеупомянным утверждением, что произведение чисел, которое не делится на простой, не может делиться, а у нас делится, потому что произведение всех этих чисел равно прям P1 умножить на какое-то целое число, то есть строго по определению делимости делится, вот в чем у нас основной теоремой ритмической уже в загашнике есть, правда? Вот, небольшое отступление было в основной теоремой ритмической, но главное здесь утверждение было вот такое, что если это самое, и еще мне очень важно утверждение, что остатки отделения на простые числа можно обращать, то есть можно и умножать, и делить, и как ни странно, это тоже следует все из того же материала, который мы сейчас разобрали, вот например, берем там 13 и остаток 4, да, я утверждаю, что при умножении на что-то он даст единицу, что я делаю? Я запускаю вот тот процесс, 13 и 4 взаимно просто, простое число с любым своим остатком, не нулевым, взаимно просто, запускаю процесс 13n плюс 4n, да, все тоже уравнение, равно единице, где я могу увидеть обратно к четверке вот этот коэффициент, правда? Его можно привести по модулю 13 и получится как раз тот самый остаток, который при умножении на 4 дает единицу при длине на 13, потому что здесь явно делится на 13. То есть все время возвращается к одному и тому же уравнению, вот это самое главное уравнение арифметики школьного средней школы, если а и b это именно просто, то обязательно существуют такие m и n, что а и n плюс b n равно 1. Сколько-то а вычесть сколько-то b будет 1 или минус 1. Совсем уж таким простым языком. Так, ну вот, значит, теперь мы готовы доказывать, значит, это я большое-большое вступление в основной теоремоаритметики сделанной в делимости, в свойстве делимости, вот это я оставлю здесь, теперь давайте вернемся к биному, к биному ньютона, я потом еще, если останется время, расскажу другое, более красивое и совсем короткое доказательство малотеренферма, но сейчас давайте вернемся к биному, немножко на него поглядим, можно все, да, стереть? я вчера вечером смотрел на часы, на них 20 часов 20 минут, думаю, ну как можно в это время заснуть, сложно, да? А потом перевел на 4 часа вперед, посмотрел на них, о, 0.20, уже очень поздно, и за окном темно, надо спать, лег и заснул, не знаю, видите, поэтому очень получилось, что я даже на будильник поселся, само собой, как-то перешлось на это время, вот, ну какой-то, да, такой аутотренинг, что это называется, да, ну 8 нельзя, переведи часы, вот у тебя уже такое время, когда можно, посмотрел, заснул, так, итак, давайте, вот этот дином посмотрим внимательно, итак, у меня есть а плюс б в н, это а в н, плюс что-то такое, и вот я сейчас сосредоточу внимание на ситуации, когда а в н минус к, и б в к, так, сколько у меня времени, я сейчас только не следил за временем, сейчас скажу, 13 минут, ну 13 минут, а линского, да? нет, осталось, осталось, ага, хорошо, хорошо, так, значит, смотрите, вот мне хочется понять, вот что здесь стоит, ну да, здесь стоит ЦЗНПК, ну что это такое-то, ЦЗНПК, что это? Давайте просто попробуем, значит, вот это, к сожалению, без очень долгой тренировки разложений не дается школьникам, невозможно, это нельзя запомнить, ну как бы, можно запомнить, но тогда нельзя понять, значит, нужно по, как бы, самому вот над этим долго рефлексировать, я помню, как я долго в это вникал, что мы делаем, что, откуда возьмется АВА минус катый и В катый, мы должны указать на те К скобок, где будет В, правда? вот у меня есть ТН скобок, мне нужно указать, где я возьму В, при разложении я раскрываю все скобки, это означает, и вот здесь нужна тренировка пальцами, что я из каждой скобки беру один из слагаемых и перемножаю, и все такие суммы беру, ну вот, соответственно, когда вот это вот пройдено, вот эта идея пройдена, там, по две, по три скобки берете, постепенно, чтобы школьник увидел, что при разложении просто раскрываются скобки, это означает, что из каждой скобки берется один, этот самый, их 7 и возможные скобки, значит, соответственно, мне нужно указать на К скобок, но я первую из них могу выбрать, значит, очевидные N способами, правильно? Вторую уже только N-1 способами, потому что первую я уже выбрал, ну а К-1 способами, правильно? Все? Что они говорят? Все. Не все. Да, показываете, что ну как, вот ты взял вторую и пятую, а я пятую и вторую, что делать? На два разве, говорит, хорошо, если мы C есть N по 3 берем, тогда как? Я взял вторую, пятую и восьмую, а ты пятую, восьмую и вторую. На 3 у делим. Нифига не на 3. 6 вариантов-то, да, лучше на 6. Но там немножко поговорили про факториалы, и стало ясно, что делить надо на К факториал. Вот, значит, соответственно, вот мы просто знаем, что там стоит. C есть N по 3, вот это число. Вот. И я утверждаю, что, утверждение, если P простое, то для любого, как от единицы до P минус 1, то есть для любого стоящего строго внутри, между A в П это и B в П это, для любого вот этого слагаемого, C из P пока, продолжайте, делится на P. Абсолютно верно. Давайте докажем. При простом у меня получается формула P умножить на P умножить на какой-то такой странный конгломерат, я бы так назвал, да, и делить еще на K факториал. Теперь внимание. Так как K строго между 1 и P минус 1, то внизу произведение чисел, которое не делится на P. Согласны? И из-за наших рассмотрений оно не будет делиться на P. Правильно? То есть произведение чисел, не делящихся на P, как мы уже доказали, не делится на P. А вот этот конгломерат, смотрите на него внимательно. Опять не делится на P, потому что они все меньше P, а до нуля не доходим из-за того, что K меньше, чем P минус, не больше, чем P минус 1. То есть получается, что ни сверху, ни снизу не делится на P. Кроме самого P. То есть C из P пока получается представленным в следующем виде. P умножить на A большое делить на B большое, где ни A большое, ни B большое на B не делится. Правда? Но, друзья, это же целое число. Правда? Оно целое, потому что оно биномиальный коэффициент. Сколько-то раз взято A в P минус k и на B в k. Значит, соответственно, раз оно целое, то мы имеем, что P умножить на A на целое делится на B. P умножить на A на целое делится на B. Но, значит, дальше я, на самом деле, ровно ту же логику. То есть я запущу процесс P и B. P M плюс B N равно 1 умножить на A. То есть тогда я с простым числом запускал логику эту. Но это совершенно необязательно. Можно точно так же не с простым запустить. Главное, что здесь простое и B, да? Они взаимно простые, потому что B не делится на B. Значит, я опять запускаю процесс диафанта, умножаю опять на A и вот я опять получил то, что надо, да? A B N равно A и я получил... А что мне... Ой, я прошу прощения. Мне запустить-то надо наоборот, да? Мне нужно доказать, что A делится на B. Извините, налажал. Запустить его надо с A. P M плюс A N равно 1, да? При некоторых M и N, поскольку A не делится на P. А вот теперь умножить как раз на B. P умножить... Так, сейчас, стоп. B. Да, 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 да. Все, все, все. P B N. Что я торможу, да? Все-таки немножко. Немножко 6 утра действует. Так, вот. Итак, вот из этого, да? Ой, так, стоп. Прошу прощения. Так, нет, я жестко. Я жестко торможу. Нет, нормально. Не торможу? Нет. Нет, ну P A должно делиться-то на B у меня. P A должно делиться на B. P A на P у вас делится. Маски, вы же говорили, что оно магическое. Да, он был записан. Да, только где P A-то? Куда я делал P A? Нет, я торможу. Давайте вместе разбираться. Я торможу откровенно. Нет, я торможу, что A делится на B. Мне нужно доказать, что A делится на B. Ну, P B правильно, нажимаем P B. P B, так. P B на B не делится. Так. Так, все-таки исходно было правильно, да? Исходно было правильно. А дальше мы нажали на A. А, да блин, все же вот тут было, да? Все здесь было, вот блин. Но все это вот сейчас на видео, вот эта красота останется. Ну что, я не стесняюсь таких вещей. Я еще раз повторяю, что мы сейчас находимся в ситуации 6 утра по Москве. Поэтому, может быть, мне это простят. Вот. То есть вот отсюда все делится, правда? Все, 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 мне же нужно, что A делится на B. Ровно это мне и нужно. Это лично, на B большую бы умножить. Нет, нет, все, вот. Мне нужно что? Вот у меня условие, чтобы A делится на B. Все. Я им воспользуюсь. Сумма делящихся на B делится на B. Все, заодно, видите, заодно это наше коллективное творчество спасения, да? Этого рассуждения. Коллективное творчество. A делится на B. Ну, а если A делится на B, то число C из P пока, которое равно P умножить на A делить на B, оно будет целым кратным P, потому что A делится на B. Ну вот. Классно. Ну вот, теперь мы видим что? Все, что A плюс B в степени P, правда, равно, поехали, A в P этой, да? Плюс C из P по единице, которая делится на P. Ну, мы и так знаем, что оно равно P, но тем не менее, значит, оно, ну, я сейчас дальше уже напишу в общем виде. Плюс P на какой-то R2 на A в степени P минус 2 на B квадрат. Плюс так далее, плюс P на RK, да? Все это вот бинумиальные коэффициенты, которые все делятся на P. Вплоть до последнего, который тоже предпоследнего, и последнего, который уже, конечно, коэффициент равен бениться и ни на что не делится. Ну и теперь видно, что действительно по модулю P все ушло. То есть, значит, у нас получается вот это вот по модулю P. Можно стереть все отсюда, да? Вот, классно, мы вместе поработали даже, да? Я мог сказать, что я специально ошибся, чтобы вместе поработали. Методический трюк. Да, 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 но это будет неправда, и это будет неправда. У нас осталось 4 минуты. Да, 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 такая и доказательство. От доказательства тоже осталось буквально минутка. Вот, значит, и так, отлично, по модулю P мы установили замечательную истину. Школьники будут в восторге. А плюс B в степени P равно А в степени P плюс B в степени P. В конечной арифметике, там всякие конечные поля, характеристики P, там все время это происходит. И в большой математике тоже. Ну что, теперь поехали. 1 в степени P сравнимо с 1 по модулю P. Спорить будем? Нет. Так, теперь берем двойку. 2 в степени P это что такое, да? 1 плюс 1 в степени P. Будем спорить? 2 это же 1 плюс 1. На, теперь это 1 в степени P плюс 1 в степени P по модулю P. Что это? Это 2. Так, а 3 в степени P? Это 2 плюс 1 в степени P, правда? То есть это 2 в степени P плюс 1 в степени P в силу этой формулы. Да? Теперь уже не пишу равно, пишу сравнимо, потому что 2 в P это не равно 2, но сравнимо с двойкой. А это просто равно 1. И 2 плюс 1 это 3. Продолжать? Не обязательно, правда? То есть мы по индукции снизу вверх эту теорему фирма вытягиваем. Для единицы очевидно, для двойки, для тройки, для четверки, для пятерки. И все, для любого остатка мы доказали вот эту формулу, а вместе с ней и малую теорему фирма. Вот. Я бы мог здесь завершить, но ведь у меня есть еще одна минута. Одна минута? Так вот. Самое простое доказательство. Малая теорема фирма. Но, вот оно, как сказать, в методическом смысле, оно так себе, потому что оно не очень как-то... Оно вот, черт из табакерки появляется. Значит, смотрите. Вот я написал все остатки от деления на P. Не нулевые. Их P минус 1. Взял любое вот такое A какое-то, ну, зафиксировал. И умножил на все вот эти числа. Могу? А они все не делятся на P, и A тоже не делятся на P. Это означает, что при умножении они не могли дать число делиться на P. Поэтому здесь все тоже вот в этом наборе. Ну и самое главное, что они все различны. Потому что, смотрите, если, например, 3A сравнимо с 5A по модулю P, то вычитая, получаем, вычитая, да, получаем 2A сравнимо с нулем по модулю P. То есть делиться на P. Ну вот это противоречие сразу, да. То есть если бы какие-то из них были одинаковые, я бы вычел, получилось бы какое-то кратное A делиться на P. А это не так. А раз они, значит, не могут быть одинаковыми, их-то P минус 1, и они все не нулевые. Что это значит? Что-то те же самые, просто перемешанные. Правда? Ну, надо проделывать опыт. Вот школьникам выписывается по модулю семьи. 1, 2, 4, 5, 6. Умножается на тройку, например. И там все перемешивается. Но видно, что все те шесть. Можете по модулю 13 сделать, да. То есть вначале пощупать. Вначале все пощупать. Ну, а раз это одни и те же наборы, то их можно перемножить, и получится один и тот же остаток. Поэтому отсюда следует, что P минус 1 факториал дает тот же остаток при делении на P, что и вот это вот. A на 2A, на так далее, на P минус 1A. Правда? А это что? Давайте A вытянем из каждой скобки отдельно. Это A в степени P минус 1. Это A в P минус 1. А что осталось? Тот же самый P минус 1 факториал. Правда? То есть получается, что P минус 1 факториал, P минус 1 факториал, сравним с A в P минус 1 умножить на P минус 1 факториал. Осталось сюда добавить единицу и сократить по принципу сокращения. Да, P минус 1 факториал не делится на P. Они все меньше, чем P. То есть это не нулевой остаток, а деление на P. И поэтому они не могли склеиться, иначе опять же вычитаем, да, и получаем, что произведение двух чисел, не делящихся на P, оказалось делящимся на P. Значит, соответственно, после сокращения мы получаем то, что надо сразу. Вот такое вот доказательство в одну минуту, но оно, как это, оно мне не нравится. Оно очень короткое, но оно мне не нравится. Я всегда рассказываю несколько доказательств. Есть еще там картиночек всяких, фокусы для малотеремии фирма. Малотеремия фирма – это такое узкое горлышко, через которое школьная математика перетекает в высшую. Вот оно как бы в этом месте, когда оно установлено, из него огромное количество следствий, но уже из высокой математики идет. До этого школьная, она подготавливает малотеремия фирма, а потом вот это узкое горлышко, и все потом пошло. Вот. Ну, вроде бы это все, что я хотел сказать. Может, вопросы какие-то есть? Нет времени для вопросов. Простите, пожалуйста. У нас есть большая просьба. Мы хотим делать общий фонд. Конечно.